Сегодня в нашей конференции участвует изобретатель, автор четырех научных открытий, академик Российской Академии Естественных Наук, президент и владелец компании «Золотая формула», разработчик фильтров для очистки воды Виктор Иванович Петрик, а также адвокат, партнер компании «СНК Вертикаль» Андрей Миконин. Пожалуйста, Виктор Иванович, Вам вступительное слово. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я притащил с собой столько бумаг, потому что мне сказали, что конференция будет длиться три часа. Я привез очень много дисков, всякой информации и даже фильтры для того, чтобы продемонстрировать реально, как все это работает и с чем мы имеем дело. Я приношу извинения, что я очень долго не встречался с Вами. Тому была причина. Как говорил поэт, мы слишком долго отступали. В китайских секретных стратегмах, которые не так давно расшифрованы, есть 36-я стратегма под названием «Главная боевая стратегма отступления». В действительности она звучит, как втягивание пустотой. Мы отступали для того, чтобы выявить за это время, что происходит, кто заказчик, кто платит деньги, что это вообще за вся история происходящая, кто за ней стоит. За это время это удалось сделать. И с сегодняшнего дня я открыт для прессы, я открыт для любых вопросов, с Вашей точки зрения или с точки зрения других лиц, самых острых или неудобных. И мы можем приступить к этой работе. К большому сожалению, сегодня она будет какая-то короткая очень, но я бы предложил настроиться на большую работу, для того, чтобы провести максимально исследования и возможности того, что есть в нашей стране, что сейчас происходит, что происходит в науке, что сделано, какие сделаны открытия и почему происходит та история, которая сегодня Вам так хорошо знакома. Моё столкновение с Российской Академией Наук не первое. В 1993 году была огромная нашумевшая история, она была ещё более грозная, чем та, которая сегодня происходит. Так как за всем за этим 16 лет, то большинство из Вас даже и не помнят, что это была за такая история. Это была фантастическая история под названием «Осмин-187». Продукт, о котором учёные заявили, что его быть не может и не должно, но я получил официальное задание на его разработку, он был сделан. Я официально сдал 8 грамм мэру или мэрии Санкт-Петербурга, откуда заместитель мэра послал его за границу. Он был схвачен, был в суд, 5 лет в тюрьме, нас всех допрашивали. Это была фантастическая история, которая никогда не случилась бы, если опрометчивые бы академики не заявили. Этого не может быть. Только поэтому реальный продукт, изготовленный сотрудники мэрии Санкт-Петербурга, отправили за границу для получения документов, для его сертификации, но, будучи усомнившись, не сопроводили нужными документами, что продукт уезжает для сертификации. Ведь, в конце концов, мы, как разумная часть населения, должны чаще всего пользоваться логикой. Мэрия Санкт-Петербурга захотела украсть 8 грамм осны. Но если бы они это хотели, они написали бы сопроводительные документы любые и вывезли бы его. Но его небрежно повезли, случилась трагедия. То, что происходит сегодня, это примерно такая же история. Примерно такая же история. У нас есть готовые изделия, у нас есть готовые продукты, сертифицированные во всем мире, у нас есть работающие объекты, у нас построены заводы, но Академия наук говорит, этого не может быть. Может быть, вам удобнее будет все-таки начать наши темы из вопросов и ответов, но с другой стороны, я бы хотел сделать одно вступление. Поставьте, пожалуйста, диск под названием «Обращение к президенту Осипову». Я покажу вам в нескольких словах, и вы будете очень удивлены, как вас всех подготовили, как вложили в вас ложь и дезинформацию. Повторяю, мы сегодня обладаем всеми документами, кто заказал, за какие деньги, что произошло и как это было сделано. Включайте, пожалуйста. Да, перелистайте. Вот выше мы проскочили с вами, это переписка фигурантов, из которой со стороны Америки предложено, вот там написано, 1 миллион долларов, чуть поднимите вверх, вот справа, 1 миллион долларов за разоблачение Петрика получат наши академики при условии, если разоблачение будет полным, окончательным, и выплатит это некий фонд Ринди. То, что это обман, и никакой фонд им денег не заплатил, бы это не имеет значения. Важно, что в следующем письме обсуждают наши дорогие академики, как это сделать так, чтобы американские представители их не обманул. Надо всем коллективно подписать письмо, там все написано. Но, и это как бы преамбула, с чего все начиналось. А теперь посмотрите исполнение. И это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Обратите внимание, 6 июля 2008 года некий господин Валерий Лебедев, иммигрант, проживающий на территории Америки, бывший сотрудник радио Свобода, когда это радио Свобода еще было крайне агрессивно, написал в своем журнале, что Петрик сказал следующие слова. Сам Петрик, читаю, в своем новом ролике говорит много. Среди сказанного перлы, я поливаю углеродное соединение секретной жидкостью, и оно вспучивается, создавая ассорбент. Мы разрываем связи между атомами без всякой затраты энергии. Посмотрите, пожалуйста, как вы отнеслись к человеку, который сказал, что он разрывает атомы без всякой затраты энергии. Как отнеслись ученые и как отнеслись грамотные люди? Ясно, что это ахинея, но человек, который произнес это, достоин всяческого презрения. Прокрутите дальше, обратите внимание, спустя год академик Кругликов повторяет дословно, я поливаю углеродное соединение секретной жидкостью, и оно вспучивается, создавая ассорбент. Мы разрываем связи между атомами без всякой затраты энергии. Читайте, суета вокруг науки, это сказал Кругликов. Это как могло случиться, что Кругликов не сам додумался, а повторил американскую фразу. А теперь маленькая деталь. Каждый из вас скажет, как Петрик, может быть, ты так и говорил в своем ролике, но ролик этот выставленный в интернете уже несколько лет. Это фильм «Универсум Петрика», снятый по госзаказу. И там, на большом корабле «Смольный», в присутствии огромного количества ученых, делегацию возглавлял директор Института криминалистики ФСБ России Ефисенко. Я пояснял, чем отличается способ производства УСВР от терморасширенного графита. При производстве терморасширенного графита требуется нанести термоудар 2000 градусов, внешний нагрев. И в этом ролике я говорю, господа, посмотрите, здесь происходит разрыв межатомарных связей без приложения внешних энергий. Приложение, слово, заменено, и вставлено слово без затраты. Кто это сделал? Это было сделано в Америке. Как мог академик российский не посмотреть этот фильм, а повторить слова Лебедева. Двигаемся дальше. Мы думаем, может, это какая-то случайность. Знаете, теория вероятности все предполагает. Один сказал, а другой, сидя дома, абсолютно случайно повторил то же самое. Инсинуация вторая. Впервые я создал технологию монокристалла кремния. Это замечательное достижение. Мои открытия уникальны. Ничего подобного мир не видел. Этим изобретением я опередил науку на 20 лет. Прошу вас, прочитайте это вместе со мной. Это сказал Лебедев 14 декабря 2008 года. Это в интернете расположено. Перелесните ниже. Прочитайте суета вокруг науки. В науке это называется конгруентность, взаимнооднозначное соответствие точек двух множеств. Впервые я создал технологию монокристалла кремния. Это замечательное достижение. То есть он повторил дословно. А теперь опять вы скажете, господин Петрик, так ты может так сказал. А вы возьмите этот фильм и послушайте, что я сказал. Я сказал впервые. Я вырастил монокристалл кремния из газовой фазы. Так вот, господа, я впервые вырастил монокристалл кремния из газовой фазы. Выброшено из газовой фазы, вставлено вот это, ну а остальную ахинею я просто никогда не произносил. Но вы же все аналитически мыслящие. Вы же не просто бегаете со своими камерами. Ответьте вы лично, когда будете писать ваши статьи. Как могло случиться, что в Америке написано, а Кругляков повторил. Перелесните дальше, пожалуйста. Инсинуация третья. Вы можете прочитать? Мне отсюда не видно, там что-то вытянулось. Не формат. Ну, а еще перелесните, может быть, тот там видно. О, я впервые в мире могу получать драгоценные камни любого размера и красоты. В природе рубин получается в глубинах земли при высочайшем давлении, температуре, пишет Кругликов, это правильно, и в вакууме. А где же-то Петрик нашел вакуум в земле? Ну, во-первых, все это написал Лебедев предварительно, ну, а в ответ Круглякову говорю о высочайшей безграмотности, потому что, когда происходят вот те самые вулканические выбросы, то выделяется огромное количество водорода, водород смешивается с кислородом, взрывается, образуются огромные вакуумные ямы, которые в результате вакуумизации процесса выбрасывают до 6 километров в глубину, вытягивают на себя магму. Возможно, там у меня есть фотография, а может, я забыл поставить, я просил именно нужную найти, где бы вы увидели бы, что именно в капсуле растут эти камни, они не растут в песочке, как грибочки, которые собирает Кругляков. Так вот, вот таких инсимуляций 8, 8 раз Кругляков повторил то, что написал ему Лебедев. Из этого, а также из другого, что мы увидим чуть ниже, когда вы меня будете спрашивать, я заявляю, заключение Российской Академии наук по моим изобретениям были написаны в Америке. Опережая ваши вопросы, одним из ключевых доказательств заявляю следующее. Прочитайте, отдайте вашим братьям, которые учатся в каком-нибудь техническом вузе, прочитайте заключение ничего-то Российской Академии наук. Оно касается очистки жидких радиоактивных отходов. В частности, третий выход отходов. Это колоссальная проблема в мире, стоящая сегодня. Она станет чрезвычайной, когда будет запущен ИТР, термоядерный синтез, и она встанет сегодня перед нашим министром Кириенко, когда он приступит к эксплуатации своих быстронейтронных реакторов. он схлопочет море Трития. И этот умнейший человек, видя вперед, встретился с тем, с кем бы вряд ли он хотел бы встречаться, с Петриком, и не раз. И была создана установка, и она поехала, мы об этом поговорим более подробно, когда вы меня начнете спрашивать, в Челябинск. А также была создана установка, которая работала в радиовом институте, и на которой было очищено 420 килограмм тритий выходходов, которые являются колоссальным бедствием и опасностью для города Санкт-Петербурга, где их хранится 1200 тонн, активность которых будет угрожать городу еще минимум 150 лет, а по некоторым расчетам и все 200. Так вот, что написала Академия наук? Внимание! Петрик не мог разделить водород от трития. Второй раз Петрик не мог отделить водород от дейтерия и трития. И так 4 раза, господа, на ваш слух сегодня, сейчас, вы еще не потрясены, но вы будете потрясены чуть ниже, когда я это поясню. Ни один физик в мире не мог сказать эти слова. Потому что водород имеет 3 изотопа против дейтерии и тритий. И речь должна идти о разделении изотопов водорода. Потому что тритий это водород, а дейтерий это тоже водород. Может быть я очень сложно поясняю. Внимание! Это все равно, что профессиональный рыбак сказал бы вам так. Разделите в моей лодке рыбу от карпа. Вы понимаете, о чем я говорю? Разделите в моей лодке рыбу от щуки. Вот этот абсурд даже домохозяйка не произнесет. Как же могли физики Российской Академии Наук вынося на весь мир свое заключение написать это не ахинея, это не безграмотность, это что-то чудовищное. И я вам еще много покажу таких вещей. Вот за что я буду их судить? Упреждая ваши вопросы. Вот за это я буду их судить. За то, что это не они писали. Кругликов вместе со своей командой запугали профессиональных ученых. Никто не захотел прикасаться к этому, а написал для них заключение совместно безграмотный человек Александров с Лебедевым. И пришло оно из Америки это заключение. Вот такая история, дорогие друзья. А теперь показав, что это такое, там дальше, я сейчас это распечатаю все в интернете, выложу на блоге, вы увидите, как Александров, то есть Лебедев из Америки заявил, Петрик, Петрика подвели к Хабушу, он заплатил 10 тысяч долларов и сделал фотографию. То же самое повторяет наш умник Кругликов. Внимание, когда первый раз Лебедев написал, что это фотошоп, я позвонил в Америку и меня обрадовали знаком внимания и дали адрес, который мы выставили национальный архив США, в котором каждый желающий может заказать любую из семи фотографий из семи моих фотографий с президентом. Они здесь со мной. Например, одна из них, где Буш говорит, давай покажем всему миру, какая у потрясающая визитная карточка, поскольку у авторов научных открытий визитные карточки такие специфические, большого размера, вот он держит ее в руках, я даже покажу вам, скажите пожалуйста, если это, вот они наши визитные карточки, а вот многие мои фотографии, ох, ее здесь и нету почему-то, а не важно, она в интернете есть, где президент держит в руках и говорит, давай покажемся у Мил какая-то визитная карточка, так это похоже на то, что подвели, ясно, что люди идут на ложь, на любое извращение информации, лишь бы, лишь бы сделать свое деструктивное дело, диверсионное дело, ибо я заявляю, что во главе с Кругликовым действует диверсионная группа в рамках работающей на территории России, не работающей, а, видимо, процветающей сетевой войне, сетевой информационной войне. Наверное, многие из вас читали, что это заявление сегодня в мире горячие войны отступаются дальше и дальше. Сегодня с помощью вас, с помощью информационно правильно выстроенных потоков можно в стране все изменить. Отношение к собственной истории, отношение к самим себе, забыть, кто мы, забыть, что мы. И один правильно поставленный сегмент, то есть боевая единица в сетевой войне, может депрессировать целое направление в развитии отдельной страны. Я не говорю только про Россию. Сетевая война ведется и по отношению к друзьям, и по отношению к врагам, а значит, по отношению к России тоже, и к Америке тоже, во всех странах это происходит сегодня, и Франции, и Англии, мы отсюда стремимся, мы пока слабенькие, мы плохо понимаем, как это происходит. Так вот, один кругликов в состоянии разрушить нашу науку, потому что я, за мной правда, это я вам всем здесь говорю, очень скоро вы все увидите мою победу. А что с таким, с тем ученым, который сделал изобретение, и у него нет такой силы, как у меня, и опыта, боев нету, что с ним будет? Он позволит себе здесь высунуться со своим изобретением, для того, чтобы завтра в глазах друзей, жены, детей своих стать мошенником и аферистом. Нет. Изобретатель так не сделает. Он постарается во что бы то ни стало, прочувствовал, что у него серьезное изобретение, уехать отсюда, отдать, продать его, лишь бы с ним не случилось такое горе. Давайте я вам напомню, да любую, любую судьбу Белозерский, вы, наверное, не помните, конечно, во времена Советского Союза по телевидению показывали банка, в банке жидкость, там сидит белая крыса и дышит тяжело в этой жидкости. Так называемые перфтораны, которые могли заменить кровь на время, как носитель кислорода. На этих жидкостях спасали наших солдат, но как же на него обрушились собратья. Каждый день в газетах писали о том, что он погнался за длинным рублем, каждый день о нем писали ужасы, этот человек был из потомственной интеллигентной семьи врачей, они подняли на восстание матерей, которые вышли на улицы, которые протестовали, наши сыновья погибают в Афганистане, а этот убийца наших детей хочет вливать в них синтетическую жидкость. И после третьего обыска, который произошел у Белозерского на даче в поисках пропавшего литра спирта, человек написал предсмертную записку и повесился. Я бы вам, если было время, прочитал бы сейчас, до какого страдания они довели Наталью Петровну Бехтереву. Слышали ли вы про боли заслуженного человека сегодня? Каким ничтожеством надо быть? Александров назвал, что заслуженная фамилия и ее незаконное пребывание в РАН порочат Российскую Академию Наук. А ее научные работы есть ничто иное, мне очень жаль, у меня все это записано, ничто иное, как пошлое это же надо обязательно этот употребить термин, пошлое мистификация и так далее. Поэтому конечно же я вам заявляю, что я защищаюсь, конечно же я вам заявляю, что победа будет моя по абсолютно по всем пунктам и поясню вам про воду, если хотите вперед, а хотите в режиме ваших вопросов, как более правильно все, я остановился со своим вступительным словом, так более правильно, как вы хотите. Коллеги, есть вопросы? Про воду давайте начнем с самого острого момента, про воду хотите? Говорите. Пожалуйста, представьтесь только. Расскажите про проект Чистая вода, как я сейчас строю в этом проекте у вас и сколько он стоит и как он является? Очень хорошо, лучше всего в таком режиме я расскажу от начала и до конца. Конечно, надо быть врагом своего народа, чтобы заявить, как это в последних своих докладах указывает Кругляков, что у нас идеальная вода, которую производят наши водоканалы. В городе Саратов, где есть водоканал, обратите внимание, я знаю отлично начальника водоканала, талантливая там женщина, в городе Саратов девчонкой прежде чем пойти на танцы, они воду кипятят, засыпают туда соду, поднимается бурая пена, они ее снимают, лишь потом она свою белую кофточку постирает, в противном случае она пойдет с рыжими пятнами, вот эту воду там пьют люди, так это в Саратове, где есть водоканал. Знаете ли вы, что происходит в деревнях? Я занимаюсь водой, я знаю, какую чудовищную люди пьют воду, во времена нашей великой индустриализации, которая была неизбежна, потому что молодой стране нужно было противостоять, и никто слово экология и не знал, напрямую с заводов сбрасывались все отходы, из химических крупнейших объединений, из полей и производителей удобрений, все сбрасывалось в наши озера и реки, не так давно я, там где я проживаю есть мельничный ручей, и вдруг я нахожу там кобальт, никель, вольфрам в воде, и я потрясенный, я не понимаю, как это возможно, я просматриваю вверх по ручью, нет никаких производств, и я заглянул в историю, 30 лет назад там стоял завод, наша вода это могильники, могильники всей таблицы Менделеева, и я сомневаюсь, что где-то в мире, ну там где есть вода, в сравнимых странах, есть такой кошмар, так вот, заявлять сегодня, что наша страна не нуждается в каких-либо изменениях в этом вопросе, и как говорит Круглику, в крайнем случае поменять трубы, это я сказал об общем положении чистой воды в нашей стране, ну так оно и было бы, если бы, ну может чуть позже кто-нибудь обратил бы внимание, и приступили бы к этому проекту, если бы не некое мое изобретение. А теперь, сущность этого изобретения, оно никакого отношения не имеет, первое, что я заявляю, к централизованному водоснабжению, более того, его даже и никак туда не приспособить, как бы вы не хотели. Мой новый сорбент имеет отношение к так называемому процессу конечной доочистки воды. кому нужен конечная доочистка воды, кому нужна конечная доочистка воды. Поясняю. Однажды человечество встало перед проблемой травить людей бактериями или же травить людей хлорорганическими соединениями. И если бы не эпидемии, заявляю я, то никто никогда воду не хлорировал бы, потому что в тысячу раз безопаснее поедать эти бактерии вместе с водой, повторяю, если бы не эпидемии, чем хлорорганика, которая попадает в организм человека. Хлорорганические соединения, в том числе самый коварный яд, какой знает человечество, так называемый диоксин, который в миллионы раз активнее цианистого калия, первейший источник канцерогенный, то есть первейший источник онкологических заболеваний, что давно доказано Всемирной организацией здравоохранения. 22-летние работы, проведенные ВОЗ, показали, что хлорорганические соединения являются чрезвычайно опасными канцерогенами. Но мы делаем это. Более того, вы скажете, Виктор Иванович, а мы слышали, что в Москве воду озонируют, а в Петербурге воду обрабатывают ультрафиолетом. Я подтвержу. Талантливейший человек в нашей стране Кармазинов, передовой человек, который беспрерывно создает новые технологические решения находит. Прав. Это некоторые уменьшения хлора, нагрузки хлора на воду. Равно как и в Москве Хроменков, такой же сильный, такой же умный, бьется, делает что-то. Но, теперь внимание, вы должны знать все, никакие ультрафиолет, никакие озоны не решают проблему хлора. потому, что до потребителя вода должна прийти всегда с избыточным количеством дезинфиканта. Это понятно, потому, что в самом вашем кране вы заразите вашу воду, если чуть-чуть этот хлор не дошел до вашего дома. Безграмотный человек заявляет, лучше поменять трубы. Любой вам, спросите у Хроменкова, и он вам скажет, почему они сейчас стремятся создавать трубы бетонные, а не пользуются полимерными трубами, которые предлагают сделать кругляков. Потому, что мы специалисты открывали их через два года. Там вот такой толстый слой слизи, который несет заразу. И никуда вы от этого не денетесь. Так вот, господа, впервые в мире создан сорбент, который очищает воду от органических соединений. Вы меня слышите? Не от какого-то там железа или еще от чего-то. И от этого тоже. Но, в первую очередь, от органических соединений. И то, что я привез сегодня фильтр и оказалось неуместно, а я предлагаю поставить вам в ряд все, что производится в мире и налить любую органику. Что такое вино красное? Что такое цветность? Это органические соединения. Когда я демонстрирую очистку Кока-Колы на передаче Ксении Собчак, думая, как сейчас они меня провалят, поставили фильтр, а он очистил. Вот, оказывается, не всю бутылку, а только один стакан налил чистой воды. Но, мои дорогие, этот стакан равен двадцати тоннам, если их разбавить, органических соединений, и этот фильтр очистил. И когда с этим достижением познакомились руководители партии, в частности Грызлов и другие лица, тогда возникла идея. Какая идея? Возникла идея, первичная идея, она не распространялась, действительно, на... А может, в их умах распространялась. Я в своем мире живу. Я доказывал всем, что мы можем поставить это в родильные дома, потому что первые глотки, которые ребенку выдают, или моете его, мы можем поставить это в школы, в детские сады. А теперь внимание, опережая ваши вопросы, в девяносто шестом году был разработан Сорбент. В девяносто седьмом году Институт криминалистики ФСБ России Я не знаю, представляете ли вы, что там тогда работало 1400 человек лучших умов в нашей стране в области химии и других всяких вещей. Под руководством доктора физико-математических наук генерал-майора директора этого института Фисенко Анатолия Владимировича они приступили к системному исследованию данного Сорбента. В этом институте были проведены масштабные испытания и я взял диски чтобы вам сегодня показать но мы встретимся еще раз и вы увидите как выглядит этот мир который называют НАМА после чего под руководством курируя эти испытания к ним приступили в университете имени Ломоносова я не знаю как сделать чтобы вы увидели что такое 34 сертификата это очень много три года три года университет Ломоносова изучал этот Сорбент на его различные сорбционные способности и на различные составы воды и писал заключение параллельно велись исследования в НИИ МОРФ это научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации проводились исследования на полигоне Шиханы все из вас слышали Байконур и наверное мало кто Шиханы это полигон химический где УСВР исследовали на возможность очистки от различных боевых отравляющих веществ этот Сорбент прошел всеразличные испытания за границей и собрал все эти документы Борис Вячеславович Грызлов приехал и сказал а теперь я хочу изучить это реально и долго сам лично набирал пропускал отдавал на анализы и лишь после этого партия Единая Россия в Екатеринбурге объявила партийный проект Чистая вода дальше больше проект в умах руководителей стал разрастаться до понимания реального значения воды в нашей стране до понимания реального значения очистки воды и как это было сделано вы подумайте взрослые люди целая страна как можно поверить что такая система как партия Единая Россия вместе с руководством страны президентами ее взяли и непроверенный материал стали применять на детях и на детских садах ну как можно в это поверить подумайте прошу вас ясно же что тому предшествовали и все это выложено в интернете и Кругликовы знают каждый этот документ но смотрите что они говорят этот материал не проверялся и лишь после этого стала создаваться огромная программа чистая вода она была сначала как же это называется НЦП ну как другие какие есть программы кроме государственной ФЦП федеральная целевая программа спасибо вам федеральная целевая программа потом еще как-то она называлась и наконец она выросла в государственную программу как вы знаете у нас всего две государственных программы то есть вот это вторая а первая это сельское хозяйство что произошло дальше был устроен некий тендер я сошелся с цены меня нет у меня до очистки воды был государство выделило 50 миллионов рублей был прошел тендер и какие-то два института Тарановские кстати насколько я понимаю выиграли этот тендер на написание проекта программы они ее написали дальше она ушла на утверждение к Набиулиной она не прошла утверждение полгода переделывали повторяю я слежу только краем глаза настолько насколько считают нужно мне эту информацию с ней поделиться дальше вернули институты доделали вернули Набиулиной она подписала и отправила на утверждение в министерство в ряде министерств не согласились с таким решением и вернули обратно и лишь сейчас вроде бы как уже вся история подходит к концу что это за история безусловно и это правильно да есть Петербург и есть Москва в этих двух городах есть централизованная водоочистка а все остальное я знаю очень и очень подробно да есть в Новгороде централизованная водоочистка в пятницу у меня состоится новгородская вечер потому что Круграков поехал туда и поднял народ против меня и я буду им показывать мы купим все фильтры какие существуют не мы они так захотели и они будут носить воду из реки и мы будем с ними целый день заниматься будут врачи будут доктора будут юристы будет правительство Новгорода потому что дорогие друзья вот вот ответ на поставленные вопросы в Новгороде и Новгородской области все 100% все 100% социальных учреждений детских домов ясель больниц стоят наши системы по очистке воды на основе УСВР а теперь внимание правительство Новгорода заключило договор с как это все называется центром гигиены и эпидемиологии и и беспрерывно они приезжают в удобное для них время или по их расписанию из каждого фильтра в течение двух лет берут забор воды и делают сертификат 1420 сертификатов сделано за это время какой диверсант может сказать что бесконтрольно паят наших детей 95% предполагаемых денег будет выделено как я знаю по написанному а правительство объявит вам 95% будет выделено денег на реконструкцию и создание новых водоочистных централизованных так как это главнее чем моя доочистка доочистка это извиняюсь эксклюзив это дать жизнь человеку еще одну жизнь дать доочистка это спасение от болезней поскольку все вы читали наверное доклад правительства Новгорода и значит горздрав отдела о том что всегда традиционно в Новгороде во всей нашей стране и рядом в Пскове 10-11% болеющих детей в год в Новгороде в прошлом году болело 4% на 40% упала дизентерия там на столько-то процентов и никто врачам и матерям не сможет подсунуть подпиши эту бумагу если этого не было что же останется на программу доочистка питьевой воды которой я имею отношение да благодаря мне и благодаря партии проект чистая вода поднят и он будет осуществлен конечно же другие партии зевнули и теперь злятся Миронов в коридоре я прохожу дважды к Орловой ибо она руководитель нашего проекта а он что же вы ко мне это в кабинет не заглядываете конечно ему противно и как шакалы набросились сейчас услышали кровь услышали партия не то сделала а нет а знаете почему поясняю и по другому я не соглашусь в этой стране работать не соглашусь я настаиваю на том и моё мнение будет принято что будет объявлен мировой конкурс мировой на технологии конечной доочистки воды не российский мировой Италия Бритта захочет приехать чтобы чистить нам воду и американские и израильские фильтры все приедут но они приедут не только в Россию будет включена Германия будет включена Италия будет включена Америка так будет включена исследовательские центры проведут полный анализ возможностей этой второй или третьей системы и прошу прощения если победит Бангладеш в доочистке воды то то и слава Богу но я то знаю что победа будет моя и будет очень стыдно этим людям которых явно просматривается серьезно серьезно я как профессионал заявляю что я отчетливо вижу следы возрастной деградации которая именуется простыми словами старческая деменция или старческое слабоумие почему я так позволяю себе сказать такие слова а я вам покажу я уже не ссылаюсь на разделение рыбы от карпа я вам покажу другие документы впрочем мы вернемся конкретно к этой теме вы должны с меня и спросить как я так смел сказать а я вам покажу обязательно а сейчас закончим с водой так вот 90-95% уйдет безусловно средств на создание централизованного водоснабжения в нашей стране и это правильное решение что же мы планировали каким образом мы будем ставить конечную очистку воды а это вообще коммерческая составляющая есть у вас дом и есть у вас подъезд и сегодня как-то называются все эти братства жилищные ТСЖ есть у вас ТСЖ и вы проголосуете вы хотите иметь третью трубку у себя в квартире с которой идет чистая вода потому что вы знаете что вот это беда вот в моих руках и прошу прощения я закрываю потому что ни при чем здесь данный производитель 80% что объявил Онищенко воды питьевой в бутылях пить нельзя я сегодня ехал в поезде в очень дорогом поезде вот тот самый Гранд Экспресс за 40 тысяч в одну сторону и я выпил воду это я разбираюсь в воде это беда она налита в подвале я не буду называть марку там разные там все время меняется то одна то другая то третья вода но вы будете гарантированы что вы пьете настоящую воду а какую настоящую воду а теперь внимание какую такую настоящую воду чем это мы хвастаемся вот передо мной лежит огромный пакет документов вот это это проведенные исследования смотрите отчет об экспериментальном изучении биологической активности заключение об отсутствии канцерогенных свойств в СВР заключение по изучению санкционной емкости и так далее и так далее выполненные в институте токсикологии федеральное государственное учреждение науки говорят главное потому что там проводятся всякие сверхисследования по поводу отравляющих других веществ попасть туда трудно я туда и не попадал мы запросили официально послали фильтры что мы запросили я сделал это только с целью потрафить потрафить ну не образованным я не знаю как назвать этих людей специально развели страшную историю которая преследует меня фильтры петрика убивают дафнии убивают живые организмы договорился кругляков до того что заявляют что они ротики наш у свр выползает из фильтров и забивают ротики дафнии и они из-за этого погибают исследования которые были получены в институте были получены гибель колонии дафнии были получены не на моих фильтрах поскольку фильтр геракл далеко и далеко от нас отстоит бог с ним но я проясню за свои фильтры если на вашем сорбенте есть серебро вы обязательно получите какое-то количество гибели дафнии это закон для того мы его туда и кладем это серебро чтобы убить амебы микробы и все остальное и это огромная радость и огромная победа что они убиты я отдал два фильтра разных в институте токсикологии один фильтр с серебром у СВР другой без серебра конечно ничего такого нету все дафнии погибли было бы хорошо если бы все но это не так погибло 20% там где есть серебро и то на какой-то там 20-й день там где нет серебра они живут и здравствуют и этого мало какие дафнии какие дафнии когда существуют значительно более тонкие эксперименты на присутствии токсикологических веществ например чувствительность водорослей флюоресцентные чего-то там какие-то не хочу чувствительность дафнии водорослей и в частности что считается сам чувствителем извиняюсь это эти будущие дети быка ну а уж говорить прямо бычья сперма вот три этих эксперимента показали что все это бред хотя повторяю ну это просто чтобы потрафить просто чтобы как-то успокоить это нелепость проводить эти исследования ну любой скажет если вы включили ультрафиолет то бактерии умрут если вы положили серебро то дафнии частично безусловно для них будет нарушена эти их циклы рождаемости гибели и так далее но вот приходится это делать ну а а теперь о главном в этом институте токсикологии были проведены исследования экспериментальное изучение биологической активности водопроводной воды пропущенной через фильтр золотая формула биологической активности что это было целый месяц контрольная группа пила воду из-под крана испытуемая после наших фильтров доступ к воде свободный через месяц были была проведена серия экспериментов документ подписан огромным количеством специалистов исследователей в этой области вы знаете я получил результаты 28 января и так все скверно на душе происходящего и вдруг я читаю вот этот реферат и я понимаю это какой-то подлог подлог потому что такого не может быть это все странно невероятно и я мне к вечеру удалось разыскать заместителя директора этого института и он все подтвердил и конечно я сдал эти результаты здесь в России по возможным мне каналам доступным в правительство и оттуда связались с директором и спросили что ты делаешь а он сказал перед любым любой прокуратурой мира я читаюсь потому что я удивленный результатом сам участвовал в этих экспериментах чем же все закончилось антагонизм с гексиналом то есть это снотворное которое дают мышам наши просыпаются на 5 минут раньше оказывается что если бы вот здесь написано 25 минут контрольная группа спала фильтрованная вода 20 минут посмотрите достоверное отличие от контроля при П 0,05 то есть если бы они на полминуты спали дольше но достоверно просыпались раньше это уже они сильнее но здесь на 5 минут восстановление способностей к правильному движению после вращения влияние на статико-силовую выносливость мышей их цепляют к сетке и они максимально долго держатся я не знаю что их там пугает внизу может огонь какой горит а потом они падают и когда они падают изучают какова их выносливость о влияние на длительность плавания мышей им цепляют к хвостам грузила и кидают в бассейн а теперь внимание дорогие друзья никто из вас не улыбается радостно это меня огорчает бесконечно контрольная группа плавала 26 минут и наши мыши плавали 46 минут на 20 минут дольше антигипоксическое действие их закрывают в банки и закупоривают эти жили 33 минуты наши жили 47 минут потом крыс поджаривали в этих значит как в камерах крыса жила 33 минуты до судорог и наша 40 минут сейчас это слишком серьезно сейчас мы отдали на исследования пока в Америке но зато очень серьезный центр мне это обошлось в 75 тысяч долларов и если эти исследования будут подтверждены в США а там серьезно очень делают там будут бежать мыши и плавать тоже будут но там еще очень серьезную сумму стоит исследования на эти активные радикалы если это будет подтверждено то и короли и президенты мира захотят пить только эту году вам же сейчас я заявляю в конце июня начало июля вы услышите нечто чему будут поражены вообще прямо скажем земляне сейчас с кресами это было так влияние отфильтрованной воды на устойчивость крес к воздействию высоких температур я вообще могу этот документ оставить если хотите я все прочитал воздействие температурного фактора традиционно используется для оценки адаптогенных свойств препаратов и позволяет провести комплексную оценку влияния средств на метаболические системы устойчивость функционирования которых в условиях гипотермии гипертермии извиняюсь гипертермии определяет выживаемость особей повторяю этот институт изучает воздействие всеразличных стимулирующих веществ медицинских препаратов которые могут дать жизнь в космосе там я не знаю в экстремальных условиях выносливость повысить поэтому посмотрите какой грамотный язык устройство термокамеры позволяло обеспечить адекватный газообмен достаточный для предупреждения кислородной недостаточности и предусматривал наблюдение за животными через внутровое застекленное отверстие в ходе наблюдения регистрировали развитие симптоматики поражения и отмечали время манифестации судорожного синдрома и время гибели особей результаты эксперименту проведены в таблице 7 водопроводная вода начало судорог 33 минуты отфильтрованная вода 40 минут но если точно 33,2 минуты отфильтрованная вода 40,8 минут данные свидетельствуют о том что отфильтрованная вода при 4-х недельном употреблении оказывает положительное влияние на устойчивость к гипотермии скорость развития судорожного синдрома у животных получавших отфильтрованную воду имела отчетливую тенденцию к снижению а продолжительность жизни животных опытной группы в условиях гипертермии увеличивалась ну что же Круглаков сделал такой вывод это вода они написали что это столовая вода но он написал что видите она непригодна для питья каждый день она пригодна только для питья в экстремальных условиях Виктор Иванович я предлагаю перейти к вопросам журналистов и буквально еще может быть минут 10 мы будем общаться мы разве не перешли так я уже давно перешли да пожалуйста коллеги у кого еще есть вопросы представляемся да и задаем вопрос Добрый день Виктор Иванович Алексей Димошенко интернет-издание газеты.ру Скажите пожалуйста есть ли у вас согласия ли для его нацикирования честной переписки и ученой давайте хотел на его согласие согласие ответ достаточный эту переписку получил по почте редактор газеты год назад год назад от группы студентов так они представились я же хочу досказать вам я же точно выразил свою мысль я понимаю куда вы клоните я сказал я плевать хотел на мнение Лебедева если вы считаете что нарушено что-то с моей стороны поясняю а я Лебедеву разрешал коверкать мои фразы и высказывания разрешал или нет дальше официально всю переписку официально получила газета общество экология и природа по-моему так называется редактор этой газеты прислал немедленно мне письмо что он получил такую-то переписку и я с ним встретился и целый год я не решался зная какой удар я нанесу по Академии наук распечатать эти письма я и сейчас сам не осмелился бы но именно Лисовский послал эти письма в какой-то сейчас журнал раньше меня а знаете еще что а еще будет господин Тимошенко вы почему-то ушли от общения со мной по интернету получили кусок информации и ушли а еще будет знаете что еще будут распечатаны документы как ее получили ее выкупили у Александрова за 3000 долларов под предлогом того что будут помогать разоблачать Петрика вы словоблуд я только что сказал я не нарушаю законов никаких поскольку эта информация получена мною из официального источника который распечатал ее раньше меня коллеги еще вопросы пожалуйста представьтесь и задавайте вопросы Ньютон ну во-первых там лгут что у меня нету статей это совершенно неправда но Ньютон в свое время сказал каждый ученый сам для себя должен решить потратить свою жизнь на написание статей и борьбу за приоритеты или заниматься делом я ведь не собираюсь стать заведующим кафедрой растолкать всех знаете ли вы когда академик говорит а у меня 110 статей знаете ли вы кто из вас кандидатскую когда-нибудь защищал чтобы вам написать кандидатскую статью у вас обязательно там должен был быть соавтор доктор иначе ее никто не взял вот так у докторов росло количество статей у него своих то может быть парочка а к концу жизни 110-150 и ничего они не стоят выеденного яйца не стоят эти научные статьи и я по этому поводу говорю следующее молнии отраву не косит я написал две монографии если хотите знать меня журят долго что я их не выпустил сейчас они уже в издании раз такое вокруг происходит потому что одна из них по шпинели будет очень интересной вторая защитные технологии на основе антистоксовых соединений моего серьезного открытия еще вопросы коллеги я господин Тимошенко я вам расскажу одну деталь варсобин Андрей из газеты комсомольская правда сумел убедить меня в переписке что он хочет написать статью справедливую и ясную я выслал ему часть переписки часть информации той которой я обладаю официально повторяю еще раз вместо того чтобы писать со мной статью он ее послал Лебедеву это было три месяца назад это моя претензия к журналистам знаете что это это не этики нарушения это межличностное нарушение он обманул меня конечно вы совершенно на правое если рассматривать это дело именно так как вы утверждаете рассказываю газета Росбалт журнал или журнал что там называется там есть такой журналист под названием Евгений Зубарев человек который появился возле меня когда была осмиевая история и я его знать не знал он напечатал в очень большом журнале интербизнес огромную статью на 34 страницы хвалебную под названием история Петрика первого потом он написал история Петрика второго он написал статью наука процветает в частных лабораториях которые заканчиваются если бы у меня была шляпа я ее то ли съел бы то ли снял бы однажды он пришел ко мне очень опечаленный и я никогда ему не платил у меня очень то нечем то и было платить в те годы и говорит что его поймали на Невском проспекте с газовым пистолетом вроде бы как говорится выеденного яйца не стоит истории но он против кого-то что-то написал не так его изловили и он выпросил у меня 500 долларов и я ему их дал а потом он пришел второй раз сын у него родился и я снова ему дал деньги но я никогда ему не давал денег за написание статьи теперь этот человек который брал с этих рук деньги в том варианте как я рассказываю поскольку господин Тимошенко я поставил первый памятник в нашей стране афганцам я построил воскресную школу для детей потрясающей красоты на которой висит большая бронзовая таблица не от фирмы своей которая торгует как это другие сделали на ней висит построена семьей Петри Кавеи я воссоздал церковь а когда был голод в 92 году я вернулся с Германии у меня была огромная сумма денег 140 тысяч долларов и я не мог смотреть на эти очереди что с людьми происходит я купил два супермаза в ленпищеторге гречневые каши кисели в пакетах привез в Севлос и раздавали их двух тысячам неимущим потому что таково мое сердце и сегодня это ничтожество пишет про меня на всю страну смотрите что внимание Петрик подарил закупал журналистов вплоть до того что одному из них подарил квартиру Зубарев привлекается к иску за подаренную квартиру Петрик что он еще сделал что я сделал участвовал в контрабанде а он заявил в газету не Вашингон пост а какая газета американская напечатала эту статью Wall Street Journal что он сам лично читал мое уголовное дело и там было написано что меня посадили за контрабанду антикварной мебели господа я считаю что это оскорбление поскольку я не хочу чтобы люди считали что я мог осуществлять действия против государства это ложь он никогда не мог быть допущен к моему делу мое прошлое вычищено никакого дела не существует вы можете сами попытаться заказать его так вот вот почему я буду судить дальше это не я буду судить существует понятие которое называется лингвистическая экспертиза лингвистическая экспертиза я об этом не знал до последнего времени садится и начинает изучать все что было написано в вашей газете и находят что это оскорбление раз либо непроверенная информация понижающая или снижающая там чего активность мою или честь и достоинство после чего будет суд поэтому это выглядит чуть иначе потом меня мало интересует на самом деле мало интересует наказание газет или журналов вы же понимаете в конечном итоге виноват то только я в чем виноват что не своевременно выступил так сегодня и этого выступления одного мало и будет одно за другим и не показал не показал следующее если хотите принесу сейчас документы вот это вот это дорогой товарищ Чемошенко вот этот пакет видите это переписка финайл и здесь же Александрова и это уже придано полностью как вы видите возбуждено уголовное дело поскольку Финаевский журнал был создан под нас конкретно и требовал он следующего я зачитаю одно из его писем Финаев решил что электронный адрес это не то за что можно иметь дальше если в понедельник вопрос не решается во вторник я начинаю действовать и поверьте мне отработаю вас по полной программе вплоть до телевидения и начну с великого Новгорода Краснодара и Новороссийска и никакие испытания вам уже не понадобятся это он требует денег для удовлетворения этого требования он передал нам адрес банковский адрес своей жены и требовал перевести деньги только на счет жены а угрозы вот такие отработаю и он отработал теперь очень прошу вас дайте мне возможность или сами зайдите в интернет и посмотрите задумайтесь на секунду против меня борется Академия наук задайте вы журналисты один вопрос себе где хотя бы один сертификат мои фильтры продаются свободно где хотя бы один сертификат который они купили отдали на исследование и разместили в газете смотрите он не чистит где такая бумага почему вы ни разу не задумываетесь над этим почему Тимошенко вы будучи заинтересованы в той стороне ангажированы почему же вы для себя в виде совести не спросите черт побери что происходит где за год хотя бы один сертификат обличающий некачественность этих фильтров кроме написанного в журнале водоснабжения и канализации не подтвержденного ничем на что ссылается журнал водоканал и канализация повторяю он создан был под нас под нас ему два года в рамках возбужденного уголовного дела Финаев признался что он подошел к нам просил 200 тысяч за хорошую статью потому что было 5 человек но он не признал свои вот эти хорошие истории потому что оказалось что уголовное дело должно расследовать откуда они появились тогда эти письма понимаете да раз это не он прислал раз это не он дал адрес своей жены в рамках этого уголовного дела будут как я знаю будут будет произведена выемка из серверов всей переписки вот той американской лебедевской и вы сумеете увидеть всю картину заодно там будут видны и некоторые журналисты что им предлагали за участие чего не предлагали это будет большой документ скандал только начинается Виктор Иванович пожалуйста к вопросам журналистов посмотрите их очень много а времени у нас нет вот пожалуйста да Виктор Иванович Александр Иванович Александр Иванович надо позволить поправить сначала ваш что-то не Андрея Владимировна это маленький он достаточно много по-разному вообще относится их прошу прощения можно отвечу сразу он дважды представлялся почему-то по-разному я еще вопрос да скажите пожалуйста чем именно заключалось участие спорта на научной работе при оправлении того патента который присоциировался сколько времени в вашей лаборатории в чем занимался очень хорошо а что вы так долго длите с этим вопросом отвечаю на него с полной ясностью он наверное самый животропич для вас для журналистов значит будучи как я понимаю очень талантливым инженером а поневоле оказавшись в моих лабораториях в связи с водой он очень много знакомился со всеми другими моими работами и совершенно реально слушайте внимательно совершенно реально в одной из технологий связанных с очисткой не только жидких радиоактивных отходов сделал подсказку техническую очень существенную прошло некоторое время я продвинулся с очисткой жидких радиоактивных отходов так далеко что я хочу патентоваться но мне очень хочется прибегнуть к его вот этому техническому замечанию я обращаюсь к нему и говорю Марис Вячеславович вот такая история я буду патентоваться я там хочу вот это ваша все-таки подсказка вот я хочу вам предложить может быть соавторство я абсолютно ну вы не поймете двойной электрический слой вы не поймете этого явления ну не поймете хорошо если будет возможность остановиться я боюсь я боюсь журналистского кого-нибудь выверта поэтому пояснять вот там на экране могу подробно пояснить у меня все взято с собой и как выглядят электролизеры и что это такое и почему это работает я вам в сущность сейчас рассказываю а техническая сторона дела вы меня на этом не поймаете в чем подсказка ничего здесь вы не найдете такого криминального или неправильного рассказываю была реальная техническая подсказка вы меня послушайте дальше логика должна работать во всяком деле хотя бы логику включайте дальше и вдруг неожиданно для меня Борис Вячеславович говорит а я согласен ну вы знаете я даже помню какую эмоцию я испытал потому что это было очень неожиданно для меня внимание слушайте что я сейчас вам скажу впервые за время России и Советского Союза человек был осужден по 16 уголовным статьям это я человек осудили суммой сложения статей впервые за время Советского Союза человек осужденный суммой сложения легких статей был приговорен к 3 годам ссылки вы не знаете чем отличается выселка от ссылки ссылки не возвращается никто вы фильм это смотрите у меня на сайте лень там есть выступление есть фильм где показана до сегодняшнего дня отдельная локалка где меня содержали отдельный домик для меня построенный год под Петербургом и есть рассказ начальника этой колонии как трижды в год приехала Инесса Васильевна Катукова прокурор по надзору за КГБ и он говорит и другие высокие лица которые не он и я никогда не назовем так вот неужели вы все разумны и не понимаете неужели вы несете эту нелепость о распиле бабла с Петриком я наихудший вариант для этого теперь формулирую свою мысль конкретно в глаза бы они меня не видели ни Кириенко ни Жуков ни Грызлов в глаза бы они меня не видели если бы не мои технологии которые им очень нужны знаете ли вы как в штыки меня встретил Росатом как первый заместитель Кириенко начальник управления заявил Петриков в Росатоме не будет и возможно мое мнение слушайтесь это мое мнение зачем скажете вы мотив Грызлову это было нужно он ведь осознанно шел он понимал куда он подставляется он понимал что патенты все распечатываются что рано или поздно он окажется со мной рядом и возникнет то что возникло значит у него какой-то сильный мотив был не правда ли лично я считаю что он своим незапятнанным именем хотел вытащить эту программу жидкие радиоактивные отходы которые очень нужны нашей стране вот его мотив повторяю не существует другого мотива вы разумные люди задумайтесь на секунду с кем с бывшим катаржанином бабло перить государственное они по-другому не умеют да давайте да и будем закругляться к сожалению коллеги давайте пожалуйста да вот просил просто а это тот лисунский куда письма пришли я хочу поблагодарить прежде всего Виктора Ивановича Петрика за то что недавно у него в лаборатории в городе в Севоложске побывала делегация общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области те экологи Петербурга которые сомневались в технологиях Петрика по очистке воды ОСВР они воочию убедились в действии ОСВР и мы благодарны от имени экологического совета второй момент Виктор Иванович я хотел спросить насчет совести РАН и его президента Осипова и ряда академиков в том числе и тех которые пошли по пятную дали по пятную когда они сначала восхищались вам вами вашими технологиями а потом вдруг под каким-то давлением под давлением информационной политики черного пиара сдались скажите пожалуйста Виктор Иванович насколько у этих людей хватит совести признать свои ошибки когда ваши открытия будут подтверждены всеми мировыми патентными бюро позвольте позвольте я кратко отвечу на этот вопрос сначала я встретился было 6 академиков ведущих это Алфимов председатель технического совета прироснано академик РАН это Бучаченко умник основоположник нового направления в химии спиновой химии и мы провели 5 часов вместе потом мы встретились отдельно в институте общей химии РАН потом мы встретились в Йонхе где эти ученые дали свои интервью первые интервью и лишь потом собрался 21 академик ведущий это были люди чьи портреты висели на стенах доклад мой длился 8 часов именно на это заседание я пригласил Грызлова я хотел чтобы он увидел как меня приветствует академия после чего 5 академиков приехали ко мне и вы видели их выступление нельзя и когда человек 10 минут говорит в восторге что он здесь увидел а потом его заставили сказать что это он пошутил но только одного обратите внимание никого из них не подпустили в комиссию никого комиссию по оценке конечно эти люди звонят вы думаете мне не звонят они мне незачем взывать к их совести а Алдошина понимаю одно движение и он потерял эту работу и вице-президентом перестал быть потому что включили бы в прессу и разорвали бы его и опозорили бы его кто это сделал бы потому что сегодня сюда введены большие деньги мы знаем кто мы знаем кому мы знаем сколько один из источников денег это один из производителей фильтров в нашей стране привез из-за границы большие деньги и раздает по источникам информации для организации борьбы все знаем каждое движение мы не дети поэтому у меня нет претензий к этим академикам я очень сожалею и грущу что из-за меня им пришлось столько пережить и они снова будут со мной и мы будем продолжать эти работы потому что патологическое явление в виде Круглякова и организации повторяю еще раз это всего лишь сегмент в боевой операции а теперь вы все придете и откройте следующее финаль ссылается на одного единственного человека на Ищенко прошу вас дорогие журналисты ну пусть у вас хоть что-нибудь сработает прочитайте на сайте про Ищенко он рассказывает о том что он доктор наук завкафедра и так далее он никогда не был и никогда не ему 80 с лишним лет его патент подмёточно подкаблучный миноискатель это первый патент сейчас вышел второй ухахатывается весь интернет подмёточно подкаблучный наноискатель пикни мимоходом называется и третий патент крепкая государственная граница в описании патента указано что под землю закапываются трубопроводы и когда вражеская армия подойдёт то гидранты поднимутся из-под земли и неожиданно обольют её чем-нибудь горючим и войны прекратятся потому что какой смысл идти одной армии на другую этот человек впервые объявил что якобы наши фильтры очищают от радиоактивности воду но мы никогда такого не заявляли никогда он навязал нам это а теперь он выступил с претензией что Петрик из патента с Грязло должен уйти а должен он туда прийти вместо Петрика вы прочитайте поскольку он первый заявил что фильтры Петрика чистят радиацию это абсолютно больной человек на него делают ссылки Финаев на Финаева делает ссылки кто Кругляков а потом вы это все распечатываете спросите открытому Круглякову где один сертификат да прошу вас извините так у нас вопросы нет давайте все у нас два последних вопроса пожалуйста молодой человек и вот вы и все и мы заканчиваем пожалуйста да очень хорошая история хорошая история и хороший вопрос я все помню можно я сразу буду отвечать второй закон термодинамики которые я знаю лучше чем Кругляков значит рассказываю в присутствии академиков был создан материал потом они своими руками сделали две пластины потом сложили эти две пластины сделал прослойку из ионитов или простой воды потом академик Алдошин выдохнул и получили ЭДС потом вы направляете прибор в фен для волос и мгновенно увеличиваете количество производимой ЭДС в три в четыре раза вопрос первый предполагаем там находится некий электролит и химическая реакция ускоряется и увеличивается количество ЭДС от нагрева берем формулу Аренинс согласно которой чтобы увеличить в два раза скорость протекания химической реакции состав необходимо нагреть на 20 градусов когда вы выдохнули вы нагрели хоть на сколько нибудь мы встретились с новым явлением я могу вам рассказать что я думаю по поводу этого явления низкотемпературный термоэлектрический преобразователь любой ребенок знает что если обе пластины находятся в одном и том же в одной и той же среде они нагрелись до совершенно одинаковой температуры и не может происходить между ними никакого процесса но дайте мне ваш адрес я пришлю вам все новое что произошло сегодня в Америке уже по моим следам они уже создают на основе графенов крошечный преобразователь вечный вечный поскольку в нем достаточно чрезвычайно низкой разницы температур ничего здесь нового во времена вашей бабушки на лампах домашних стоял абажур и вырабатывал электричество для вашей радиолы термо преобразователь на самый низкий который было известно требовал 200 градусов нагрева в данном случае ничтожное изменение температуры изменения обратите внимание вызывает ЭДС поэтому это все навязано мне как и вечный двигатель как и навязано мне что я произвел формулу для выигрыша в казино в котором я никогда в своей жизни не был в Лас-Вегасе и меня приводили один раз на экскурсию я с интересом все осмотрел он не нарушает поскольку мы этого не утверждаем у нас есть разница температур у нас нету той ситуации когда обе пластины надо дохнуть есть одна непонятная вещь первично собранные пластины уже производят ЭДС у меня нет пояснения этому и в Академию наук предоставлено это было чтобы они нашли объяснение не не глядя а им передаются эти приборы даю вам слово сюда я очень хотел привести вы все грамотные вы возьмете сами две графеновых пластины вот здесь возьмете питьевую воду поставите сложите и увидите ЭДС и ток и напряжение вы увидите это непонятная история он медленно падает изначальная запасенность какая-то есть но есть и разница между этими пластинами одну мы делаем толстой а другую мы раскатываем до очень тонкой я считаю что это вопросы связанные с плазмонами я считаю что в графенах требуется чрезвычайно низкий выход работы для электрона да работа выхода чрезвычайно низкая работа выхода и связано это именно с этими явлениями со свойствами графенов малейшее изменение температурное посмотрите если мы имеем ввиду поверхность плазмонов что это плотное поле электронное достаточно сегодня уже есть такие данные чуть-чуть сколыхнуть как на возникает ряд плазмон и может быть достаточно малейшего изменения как мы получаем переход электрона и получаем эту разность потенциалов я не знаю я не знаю я создал это и я призвал науку чтобы она это рассмотрела и ученые академики запланировали у нас расписано 11 моих тем вот этот институт забирает эти пластины забирает и изучает их сам вот так было запланировано но никто не стал забирать потому что Кругляков зарубил эту работу исследовательскую слышите я ничего не заявлял я не говорил что это вечный двигатель я не говорил что это вечно производящий электричество если бы это было так я здесь не сидел бы сейчас если бы в моих руках была штука которая производит вечную электроэнергию ну что я сейчас объяснился бы я бы уже ее производил бы эту энергию понимаете а можно представляться когда мы задаем вопрос у нас да осталось немного времени я сказала последний вопрос простите простите вы знаете всегда когда я приезжаю в Москву приезжают машины приезжают люди сопровождают меня а в Петербурге никто во мне не заботится но в Москве принято сопровождение машины кто они откуда они прибывают я не знаю но это вот всегда так я боюсь я боюсь да вы просто вообще не того парня встретили я даже сегодня хотел сказать такие слова хотел сказать возможно Варсобин я не знаю как он выглядит по какой-то причине меня ненавидит такие вопросы любому любому вот из вас присутствующих или кто есть другой в Москве они решаются по другому спортивный зал и мы туда вдвоем идем я вот здесь заявляю что я с любым пойду вдвоем понимаете заключительный вопрос пожалуйста все последний вопрос и мы заканчиваем конференцию я даже в строю затруднялся их перечислить а перечислять не буду это два ну потому потому что я их не помню а я не хочу чтобы вы это знали запросите официально и вы получите официальный ответ не судим данных о судимости не имеют и вы никогда не найдете мое дело потому что оно похищено моя дорогая 14 томов исчезли бесследно к моему счастью я предполагал это и когда вернулся юристы сняли копии да у меня была роскошная лаборатория не в ссылке прямо в лагере для меня был построен отдельный дом штаб находился в деревянном бараке у меня есть фотографии моих лабораторий того времени я естественно в соответствующей форме есть огромное количество газет называются они слава труду они выпускались в Иркутске внутренняя газета ИТУ Вестник ИТУ ИТУ это исправительно-трудовые учреждения где мои фотографии где и так далее в зоне я получил 4 разработки запатентовал и 2 из них работают до сегодняшнего дня я принес там огромные деньги я накормил зону я подкармливал рядом стоящую Тулонскую тюрьму и так далее этого никто и никогда не узнает все спасибо пожалуйста нет отдельное интервью послушайте меня отдельное интервью все кого это я расскажу вам удивительные вещи я вам расскажу о своей профессии чем я занимался какие разработки я делал в области совершенно другой не технической это касается психологии и ну в допустимых формах в допустимом количестве я расскажу и я вам расскажу про зоны я вам расскажу удивительные вещи пожалуйста отдельное интервью на эту тему просто сейчас сказать я ничего не скрываю я сказал любые по любому вопросу я открыт но вот сейчас сказать вам вот такая-то статья вы ее схватите и раздуете ее под совершенно другим углом а я разъясню ее каждую мало того я даже дело принесу а это будет интересно уверяю вас нету нету проблем у меня значит еще хочу сказать что я никогда не вышел бы я не должен был выйти никогда в 98 в 98 году то есть как в 99 ну да в 89 в 89 году я никогда тоже не узнаю наверное кто это с меня сняли 6 статей из-за которых я никогда не вышел 6 тяжелых статей среди которых а да внимание внимание отвечу отвечу все мои статьи 15 через 17 все я принесу вам дело приговор вернее дела нету но есть копия 15 через 17 что это значит подстрекательство к попытке совершения преступления слышите я подстрекал кого-то чтобы тот попытался сделать преступление и вы вот просто с виду вижу что вы человек культурный откройте книгу Филонова и вы обнаружите что Филонов всегда хранился в одних единственных руках Евдокия Николаевна Глебова Евтушенко хвастался что у него есть карандашный рисунок но это не был подлинный Филонов я был единственным человеком у которого было 4 подлинных Филонова мне их подарила Евдокия Николаевна я был ее личным психологом в 97 лет в ее этот дом престарелых артистов я принес 97 гвоздик так вот я подарил эти 4 работы в русский музей а через полгода и вы найдете христианская семья поступления от Ви Петриков в книге а через полгода меня арестовали в подстрекательство попытки кражи джинсовой ткани на 2 пары джинс ну что же я буду рассказывать нашли у меня 4 патрона мелкокалиберных ввернулся с тира нашли нунчаки которые висели в нарушение потому что запрещалось носить холодное оружие они висели дома ну вот долго говорить долго говорить пояснять долго понимаете вот я сказал про джинсы вы сейчас напишите он украл джинсы когда был молодым два молодых человека один из них брат моего друга студент медицинского института в Алые паруса ночи Ночь Алые паруса как там называется они познакомились с девушкой остались у нее пили вино а уходя сперли у нее джинсовую ткань а на следующий день понесли и вернули ее естественно ну пьянники были так вот я своим образом жизни развил у них алчную потребность к ножи так сформулировано в деле вы когда прочитаете газеты того времени вы будете потрясены просто того времени они есть у меня по той причине что я был первый обладатель частной черной волги во времена СССР для того чтобы иметь черную волгу нужно было 9200 рублей иметь и постановление правительства мне было 24 года я приезжал в университет с антенной на своей волге выдавали мне ее раз в два года я не продал предыдущую у меня их две стояло во дворе меня невероятно баловало это государство и я вознесся так высоко что допустил ошибки уперся допустил ошибки я сделал для этой страны очень очень много и если мы будем говорить отдельном интервью вы все это увидите в материалах спасибо большое коллеги нашей конференции подошла к концу всего доброго спасибо спасибо спасибо